Традиционно у нас докладов по истории самбо, но в данном случае у нас идет полемика между специалистами. Нам хочется понять, работая на кафедре Диори Митойских единоборств, кто наши родители, откуда мы родом. И особенно в последний месяц идет активная переписка, перезвон. Но мы пытаемся нащупать, где же эта дата создания кафедры защиты нападения. И Алексей Михайлович Горбулев традиционно подготовил как раз на эту тему. Я попросил его, чтобы тема доклада была именно таковой, чтобы понять, что когда мы празднуем 90-летие нашей кафедры. Алексей Михайлович, вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Работает ли мой микрофон? Да, кажется, работает. Мы приведем вас, поприветствовать в этот замечательный день. Я очень рад новой встрече с вами. И очень рад послушать выступление ректора. Сергей Михайлович сказал очень важные слова. Сам был нашим все. Жалко, что он после этих слов сейчас вышел. Я хотел бы продолжить эту мысль. Вы знаете, пять лет назад, в 2018 году, вступая на конференциях, которая была приурочена к столетию вашего замечательного груза, я делал доклад становления самбо-фактор ЦАЛИФ. И он говорил о том, что, на мой взгляд, именно ЦАЛИФ явился тем местом, где сформировались принципиальные основы техники, терминологии, классификации, методики самбо. И если уж есть какое-то место, где самбо родилось, то, конечно, это КЦАЛИФ, на мой взгляд, это КЦАЛИФ. Здесь преподавал и раскрылся как выдающийся специалист, как педагог Василий Сергеевич Ощепков. Здесь учился продолжатель его дела, лидер развития самбо в послевоенный период Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Здесь учился и многие годы работал Евгений Михайлович Чумаков, который стал для многих учителем. И сегодня поколение учеников Евгения Михайловича являются флагмонами развития самбо. Но если уж где-то родилось самбо, если можно назвать такую точку пространства времени, то это произошло в 30-е годы, произошло в сценах этого замечательного образа. В своем докладе, который я делал 5 лет назад, я говорил о большом значении в становлении самбо кафедры защиты и нападения, которая объединила ведущих специалистов института по французской борьбе, по боксу, по фиртованию, по дзюдо, по поднятию тяжести. Они решали сходные задачи, сходные проблемы, разрабатывали однотипные программы, готовили учебники. И видно, что имело место коллективное творчество и их сотрудничество. И я тогда высказывал мысль о том, что трудно переоценить значение, собственно, кафедры, как единого научного и методического центра кафедры защиты и нападения в становлении самбо. Сегодня я как раз хотел бы остановиться на истории создания этой кафедры. Главный вопрос – когда возникает эта кафедра? Ну, казалось бы, что проще – пойди в архив, найди приказ о создании кафедры, и все, вопрос закрыт. Вида в том, что никто никак не может подсказать, где находится этот архив с документами предвоенного периода. К сожалению, мы не можем локализовать его. А отдельные документы, которые имеются в историко-спортивном музее Российского университета спорта, к сожалению, не дают ответов на большинство тех вопросов, которые мы ставим в развитии, собственно, преподавания единоборств, подготовки специалистов по единоборствам в Московском институте скультуры в довоенный период. Что касается литературы, то она тоже здесь очень славно помогает в литературе «Царят разнобоев хаос». Чудинов, который еще в 1966 году предполагал специальную работу, посвященную истории, писал, что в 1930-1931 учебном году была создана кафедра защиты и нападения, и что в 1936 году из нее выделилась самостоятельная кафедра борьбы и тяжелая путь. В истории Российской государственной академии физической культуры 2003 года создание кафедры защиты и нападения датируется уже жестко 1930-м годом. Откуда взялась дата не очень понятна. В то же время в учебниках по спортивной борьбе 60-х годов, которые писали с выпускниками, царив теми людьми, которые сами работали на кафедре борьбы, утверждается, что в Московском ленинградском институте физической культуры специальные кафедры борьбы были созданы в 1933 году. Эту же дату называет в мемуарах Алексей Захарович Картурин. Он пишет в 1933 году, я был зачислен преподавателем только что открывшейся кафедры борьбы в Центральный институт физической культуры. Ну вот, 1933 год, такая дата. Ну, как видим, разнобор. То ли 30-й год, то ли 30-й, 31-й учебный год, а значит, может быть, и 31-й, то ли 33-й. Не очень понятно. Так вот, я постараюсь обобщить те источниковые данные, которые есть на сегодняшний день, и постараюсь обозначить, во-первых, возможную дату появления кафедры защиты и нападения, которая явилась первой единоборческой кафедрой в истории Московского института физкультуры, и рассветанно является прородительницей всех существующих на сегодняшний день и напорческих кафедрых этого замечательного кафедра. Также я постараюсь сказать несколько слов о той работе, которую проводила эта кафедра. Для того, чтобы мой доклад был как-то более понятен, потому что я буду называть на большом количестве данных, большое количество документов, я подготовил такую простейшую термологию события. Вы видите, что она включает в себя записи, касающиеся московской центральной института физической культуры Дело в том, что по Ленинградскому институту физической культуры мы имеем гораздо больший объем документов. Документы в Дали хранятся в Государственном архиве Санкт-Петербурга, и там сохранен большой фонд документов, касающихся довоенного периода, большое количество приказов. Соответственно, по ним мы можем восстановить процесс развития кафедр в Ленинградском институте. А поскольку это был процесс не то чтобы совершенно свободный, а поскольку над московским и Ленинградским институтами находилась единая организация, Всесоюзный совет физической культуры, то развитие этих двух вузов, естественно, следовало тем распоряжениям, которые им давал ПСФК. Также я здесь отметил некоторые сведения из истории единоборств. Вообще, для того, чтобы мы понимали немножко его неотвестность. Итак, до 1930 года в московских ЦИФ находился в ведении наркомата здравоохранения. Наркомат считал институт учебным заведением, призванным готовить преимущественно инструкторов по физической культуре и специалистов по рачебному контролю и речебной физкультуре. Это налагало неизлагимый отпечаток на организацию и программу обучения в ЦИФ. Последняя была ориентирована на подготовку преподавателей физического образования для школ и имела ярко выраженность к физкультурно-оздоровительному спорту. В институте уделяли совсем незначительное внимание. Бал тогда правили так называемые гигиенисты, педологи, сторонники пролетарской физической культуры. Они выступали против футбола, гимнастики, тяжелой атлетики, борьбы, бокса. Их активно поддерживали медологи, которые утверждали, что для рабочей молодежи спортивные тренировки и участия в соревнованиях вообще недопустимы по состоянию здоровья. Вот они коррективно разворачивали на страницах спортивные печати дискуссию о запрете соревнований по острым видам спорта, добились многих ограничений. Так-то с 1921 по 1925 год в стране фактически был запрещен бокс. Перед программой первого профсоюзного праздника 1925 года были исключены вредные, в кавычках, футбол, бокс, гимнастика, тяжелая атлетика. И при таких обстоятельствах, вплоть до начала 15 годов, боевые виды спорта находились в московском цирке на положении пасмингов. По данным Чутинова, фехтование начало преподаваться здесь только с 1924 года, причем 24-пасовая программа только знакомила студентов института с этим видом спорта. Он же сообщает, что бокс в учебный план института был допущен в 1926 году, и то лишь в порядке ознакомления студентов с этим видом спорта. Не лучшее обстояло дело с борьбой. Здесь процитирую, можно сказать, воспоминания Владимира Александровича Иванова, которые станут заведующим кафедрой защиты и мотокиня. Воспоминания эти имеют характерное название «В борьбе за создание кафедры борьбы» «Бридцовик имени Сталина». Понятно, да, само, так сказать, сама эмоциональная окрашенность. Воспоминания эти написаны в 1936 году, в декабре. И вот Иванов пишет, начало моей борьцовской карьеры совпадает с поступлением моим в Московский институт физкультуры. Поступив в институт, в 1921 году я был чрезвычайно уязвлен тем, что мне уже мастеру гимнасту и мастеру борцу не предоставляется возможности тренироваться в институте ни по гимнастике, ни по борьбе. В институте было установлено педагога, который не должен сам показывать изучаемый материал, а должен только объяснить его. К тому же большая часть людей, сидящих в правлении института, была настроена определенно против упражнения на снаряды, а о борьбе в боксе и поднятии тяжести и слышать не хотела. В результате приходилось Иванову тренироваться в главной военной школе физического образования трудящихся, которая как раз большого внимания не дала развитию единоборств, изучению единоборств и подготовки специалистов. Кроме того, он пишет, что в институте подобралась компания любителей боксов, которые стали генироваться в огневую очередь. Принимая во внимание запросы с места руководителя по борьбе, поднятию тяжести и бокс, институт начал с того, что ввел в комплекс исключения различных спортивных дисциплин и дисциплины защиты на пакет, то есть борьбу в бокс, поднятие тяжести. Первая программа была рассчитана на 18-20 часов, затем на 25-30 часов. Конечно, студент, пройдя курс по борьбе с таким мизерным количеством часов, мог только ознакомиться с этими минутами. И в то время ни один студент, оканчивающий институт, не мог бы думать о том, чтобы преподавать дисциплины защитой на пакет. Это состояние 20-го года. Тем не менее, можно назвать первых преподавателей единоборств, московского ЦИФ, фиртование, преподавание Житков, Кавалюв, бокс, преподавание Баркер и Никит. В 1928 году состояние физкультуры и спорта в стране вызвало активную дискуссию о путях как развития. Страна готовилась к войне, прямо скажем. И итогом дискуссии явилось решение ЦК ВПП о физической культуре от 23 сентября 1929 года. В этом документе состояние физкультурного движения в СССР было признано неудовлетворительным. ЦК ВПП потребовало устранить разновой физкультурной работе, внесли в нее организованность, плановость максимально расширить масштаб. Было указано на необходимость усилить государственное руководство физкультурным движением. И в результате этих решений 3 апреля 1930 года Президиум Центрального Располнительного Комитета в СССР принял решение учредить Совет физической культуры на права органов государственного руководства работой в стране физической культуры и спорта. Помимо всего прочего, на Совет вознадалось руководство и подготовка специалистов по физическому воспитанию и по спорту. Неважнейшим центром этой работы должен был стать как раз Московский ЦИФ, который был изъят из ведения энергетического здрава и передан под начало Всесоюзного Совета физической культуры. Собственно говоря, с 1930 года начинается перестройка деятельности вузов на подготовку, в том числе специалистов по спорту, профессиональных тренеров. Конечно, это была очень большая работа, и в первую очередь для проведения ее потребовалось предвещать специалистов по видам спорта. И вот именно в этот период в Московский ЦИФ начинают приходить ведущие специалисты по единоборствам того времени. В марте 1931 года в Московский ЦИФ приходит проповедитель Сюдро в СССР основоположенном самбо 89-е чаще. 1 декабря 1932 года на должность доцента и преподавателя бокса зачислен старший русский боксер Орландия Аркадий Георгиевич. 19 июля 1933 года на должность преподавателя бокса ЦИФ принят чемпион страты 1926 года Градоблова. Ряд специалистов по фехтованию вливаются в ЦИФ с учреждением в 1932 году военного факультета. Военный факультет создается на базе краснознаменных курсов по совершенствам методическому образованию командного состава. Курсы переводятся в Москву, и так в Москву в Московский институт из культуры вливается целая группа сильных единоборцев. Это в первую очередь сильнейший кустовальщик страны Юрий Константинович Барковин. Это чемпион СССР 1924 года по французской борьбе Дмитрий Прокофьевич Горин и ряд других. Однако массирование специалистов в институте еще не означало автоматическое создание кафедры по единоборствам, или даже кафедры. Показательно, что в Орландии, придя в ЦИФ в конце 1932 года, 23 марта 1933 года числился доцентом кафедры физкульготовки. Такая запись имеется в двух трудовых книжках. В имеющихся на сегодняшний день в нашем распоряжении источниках нет надежных сведений о существовании единоборческих кафедры. Ранее 1932 года есть вот эти мемуары Таркуллина, которые я уже упоминал, но там есть одно но. Сами мемуары очень тоники, очень куцы, очень мало он рассказывает о деятельности, собственно, в периодических институтах, и при этом они записаны лиц-записчиком, то есть это может быть информацией неисходящей непосредственно. Надежные сведения о существовании кафедры защиты и нападения и единственной единоборческой кафедры в то время относится только к 1934 году. При этом нужно иметь в виду, что до 1933 года, несмотря на всю перестроюку работы, преподавание единоборств в цифр носило ознакомительный характер. В частности, на дзюдо, на борьбу выделялось всего по 30 часов. Естественно, этого недостаточно для подготовки профессионального специалиста, профессионального тренера. Похожая ситуация складывается и в Ленинградском институте структуры. Мы имеем приказ номер 191 от 1 декабря до 192 года, обосновление и окладное содержание научно-педагогических профессионалов. Здесь упомянуты сразу 43 кафедры, в том числе кафедры тяжелой архитики, то есть двойки и поднятия тяжести, фехтование, бокса и даже дзюдо. Но речь явно идет не об административной структуре единицах УЗА, а только о должностях преподавателей по отдельным дисциплинам. Об этом прямо свидетельствует состав перечисленных кафедр. Например, кафедры дзюдо, которая числится на 1 декабря от 1932 года, включала одного единственного работника, ассистента Дашкевича, суть, по всему, генерал-преподавателя учебного ленинградского института. На кафедре бокса тоже один работник. На кафедре тяжелой атлетики целых два, но там вообще-то один курировал борьбу, а второй – поднятие тяжести. Только на кафедре фехтования три работника. Использование слова «кафедра» именно в таком значении, как название должности преподавателя по отдельной мусской дисциплине, подтверждает и сообщение Ощепкова о том, что в ноябре 1933 года в московском цифре была учреждена аспирантура по кафедре дзюдо. И аспиранта на нее был принят, как в случае, еще в другом году. Цирк Николая Михайловича Долковского, второй преподаватель дзюдо в московском институте. Значит, вроде бы из этого сообщения вылетает, что еще и кафедра дзюдо была, да, в 1933 году. Но на самом деле никакой организационно-административной структуры не было как-то, да, единицы не было. Это просто название именно специалистов по определенному обновлению работника. Временем начала создания кафедры дзюдо в Венеграции в институте института, по-видимому, следующее считаю, в 1933 году. Пригаз института, номер 205, 10 октября 1903 года, утвердил кафедру физкультуры в РТК, действительно мощную административную организационную единицу. Причем, что характерно, она собрала почти всех единоборств института того времени. Это, в первую очередь, товарищи, большой состав. А также сюда был зачислен уже, так называемый, выдвиженцем, то есть потенциальным преподавателем. Студент третьего курса Владимир Григорьевич Кузовлев, Владивостокский ученик, который обладал уникальным для того времени подготовкой к институту. Студент третьего курса стал преподавать на кафедре физкультуры в Красной Арке. В целом, конфедеральная система в институте физкультуры Ленинградском складывается в конце 1937 года. Об этом свидетельствует приказ 21-го декабря 1903 года о восстановлении оклада содержания научно-пелагогическому персоналу. И здесь уже названы не 43, а 38 кафедры. И здесь действительно уже есть кафедры борьбы, бокса, твердования. А вот кафедры дзюдо уже почему-то не стало. Вместо нее есть только секция дзюдо, то есть для работы в фунтикопе перенесена либо в область военной подготовки, либо в область деятельности спортивного области. В январе 1934 года кафедральная структура военного факультета института физкультуры Ленинградского была упорядочена. Там создается кафедра спорта, которая собирает практически всех специалистов во всем их спорта, включая и специалистов по фертованию, борьбе об субсидоте. Отдельных кафедр в рамках военного института по единоборству нет. Можно сказать, что в Ленинградском институте физкультуры с конца 1932 по начало 1934 года происходило как раз создание специализированных кафедр. В принципе, это дает основание полагать, что примерно то же самое в это время происходило и в московском институте. Дальше важнейшая реорганизация по структуре Ленинградского института происходит в июне 1934 года. Здесь очень важный документ. Приказ номер 126 от 7 июня 1934 года объявляет. С 1934-1935 учебного года институт согласно утвержденного ВСФК-3ЦИК Союза СССР проекта о новой организации факультетов и отделениях должен работать в составе следующих факультетов и отделений. Организационно-металлический факультет, спортивно-технический факультет с шестью отделениями, включая отделения защиты и нападения, военных факультетов. И вот впервые создается именно факультет для подготовки тренеров, спортивно-технический факультет. Он готовит методистов-тренеров высшей квалификации в квалификации. Приказом вводится обязательная специализация, спортивная для каждого студента. По основному и дополнительному определяются сроки отмечения. Таким образом, реорганизация института структуры Ленинградского повторюсь, следовала за решением Всесоюзного Совета физической культуры. И это решение касалось, безусловно, не только Ленинградского института структуры, но и Московского института. И у нас есть сведения о том, что к лету 1934 года организационная структура Московского цифра пришла к такому же виду, как Ленинградского, который я только что озвучил. Есть проспект государственной центральной институтической культуры, который был сдан в типографию 1 августа 1934 года. В нем сообщается, институт имеет следующие факультеты, команды, то есть военные, организационно-метонические и спортивно-технические с отделениями по разным видам спорта готовящих специалистов, мастеров, тренеров, по отдельным видам спорта. При этом в проспекте уже имеется перечень кафедр, и в этом перечне мы впервые обнаружили кафедру защиты нападений. Содержание расшифровывается по бокс, борьба, дзюдо, тектование, рукопашный путь. Существование этой кафедры также документально подтверждается записью в трудовой книжке о Калинии Юрьевича Харландии 5 декабря 1934 года зачистим доцентом кафедры защиты и нападений. Вот, судя по всему, 1934 год стал именно временем создания кафедры защиты и нападений. Тогда точно дату на сегодняшний день назвать не можем. К сожалению, нужно найти приказ о создании кафедры. Но понятно, что это произошло, создание этой кафедры произошло не позднее июля 1934 года, а скорее всего, в начале этого года. Открытие физкультурных вузов спортивно-технических факультетов впервые создало прочное основание для организации специализированных кафедр по видам спорта. Но эта система, к сожалению, просуществовала очень недолго. Она была объединена летом 1934 года, а уже в 1935 году вышло постановление президиума ПСНК о реорганизации спортивно-технических факультетов в высшие спортивные школы, призванные готовить преподаватели-тренеры высших квалификаций, индустрируют в один и один и один и один и один. создание более эффективной работающей структуры. Объективно же было принято решение, которое позволяло поступать по институту структуры в эти высшие спортивные школы, действовавшие на правах факультетов, людям без полного среднего образования, даже с начального образования. И срок обучения сокращался, программы сокращались. В результате этого в институтах упраздняются спортивно-технические факультеты, это касается Ленинградского и Московского институтов, и создаются спортивные школы, в рамках которых создаются отделения. В Ленинградском институте создается в частности отделение защиты и нападения, борьба в бокс и отдельно отделение дзюдов. Разведены они были по одной простой причине. Почему-то наше спортивное руководство на тот момент решило, что на подготовку специалиста-тренера по борьбе и боксу тренируется два года, а на дзюдов только один год. Такая была деференциация. Что интересно, в восстановлении Всесоюзного комитета физической культуры было потеряно фехтование, оно вообще не упоминается. И когда проводилась реорганизация оргструктуры Ленинградского института и структуры, отделение фехтования тоже не было судно. Ну, как бы выполнялись если уголодящие указания сверху. Я думаю, что на тот момент для фехтовальщиков наставили трудные времена. К счастью, как-то эту ситуацию поправили. Так вот, проследив по документам эволюцию и организацию подготовки специалистов по единоборствам в Ленинградском институте мы можем лучше понять датированные 19 декабря 1936 года воспоминания Владимира Александровича Иванова. Вот что он пишет. В 1933 году момент резкого изменения политики, физкультурной работы, резкие изменения, выразившихся в борьбе за высокие фактические достижения, за советского мастера спорта перед институтом, вопрос о создании тренеров по различных дисциплинах, в том числе по борьбе, встал во всю шину. Поиск рациональных путей, создание таких преподавателей узкой специальности, институт начал со школ по отдельным спортивным дисциплинам, в том числе была создана и школа по борьбе. Это в 1933 год. Очевидно, эту школу, созданную в это время, Катуллин и учебники спортивные борьбы 60-х годов и рассматривают как профильный парьбе. При этом, дальше, Иванов пишет, я был назначен начальником этой школы. Школа по борьбе дала сразу блестящие результаты, и на следующий учебный год, то есть, 1934-1935, школы уже переформировались, спортивно-технический факультет со специализацией по различным спортивным дисциплинам, в том числе была специализация и по борьбе. Это мероприятие сразу же увеличило число желающих специализироваться по борьбе, и в число слушателей спортивно-технического факультета были приняты целый ряд мастеров по борьбе, включая до чемпионов СССР. Далее продолжаю поговорку. Спортивно-технический факультет был на следующий год, то есть, 1935-й в число учебных, в соответствии с постановлением президиума высоткарта, переформирован в высшую спортивную школу. Благодаря энтузиазму студентов-борцов, поступивших на спортивно-технический факультет, и студентов-борцов других факультетов, благодаря трудной работе преподавательского коллектива того времени, мои труды воплотились в жизнь, и в 1936 году был произведен первый выпуск тренеров-борцов, имеющих две специальности – борьбу и массаж. К сожалению, в связи с переформированием спортивно-технического факультета высшей школы-темеров, это хорошее начинание соединения сил по борьбе и массажу было реквитировано, и оставлена специализация по борьбе с меньшим количеством часов. Надо сказать, что сандистам важно тоже ответить и туда в 1936 году. По сути дела состоялся тогда единственный полноценный выпуск специалистов по дзюдо. Это Анатолий Атач Орланди, это Борис Атач Соберетеля и целый ряд других. Они получили именно два года специализации по программе в 700 часов, это были самого высокого уровня удовольствия специалистов в Борис. Далее Иванов пишет, одновременно с развертыванием работы по борьбе, боксу, дзюдо, дехтованию и подниманию тяжести была сформирована кафедра защиты и нападения, которая под моим руководством являлась одной из ведущих и мощных кафедр института. Но по прошествии двух лет и плодоторной работы по каким-то совершенно непонятным причинам кафедра была расформирована. Кафедру расформирования, дату расформирования кафедры мы знаем точно, это произошло 29 апреля 1936 года в имени против приказа. Сообщение Иванова о двухлетнем сроке существования кафедры защиты и нападения в кубе с упоминанием этой кафедры в проспекте государственной центральной социальной физической культуры, который был знан в типографии 1 августа 1934 года, вновь приводит нас к дате 1934 года. Мы проснуем эти математические большинства. К сожалению, мы не располагаем полными списками сотрудников кафедры защиты и нападения, но основные имена назвать можно. Это были сильнейшие мастера французской борьбы Владимир Александрович Гванов, Григорий Петрович Пульнов, Алексей Захарович Катуллин, Николай Никитич Сорокин, Николай Георгий Чичуонов, Георгий Шевченко. За преподавание бокса отвечали ведущие отличные звутоки этого виде единоборства Аркадий Георгиевич Харландов, Константин Васильевич Гордахлов. Техтование преподавали Тимакей Иванович Кримов, Юрий Константинович Марковин, Цюдо, Василий Сергеевич Ощепков и его воспитание помощник Николай Павлович Долковский. Мы были конечно другие преподаватели в существовании и не имели возможности назвать другие имена. Что же сделала кафедра за два года своего существования? Каково ее историческое значение? К сожалению, документов у нас очень мало, мы не можем полностью оценить, что сделать. Но нам очень здесь представляется ценным свидетельство Владимира Ивановича. Он пишет, правда, только о борьбе, но это может быть экстраполированной индустрии динозорства. Передо мной встал вопрос о создании широкого курса по борьбе. Курса, в котором была основательно пройдена систематикой, терминологией, методика обучения борца, методика тренировки борца и техника борьбы в полном отреме. Это было первое начинание в СССР. А так как никаких учебных пособий, никаких программ такого масштаба до сих пор не было, то мне пришлось руководствовать своими знаниями общего и частного порядка, своим богатым опытом борца, тренера и преподавателя составить программу по специализации с ресурсом 700 и 1000 учебных часов. Пришлось также создать такие разделы программы, как систематика, методика обучения и методика тренировки борца, до сих пор основательны в большом масштабе нигде не читавшимся, кроме того, удовольствия лечить преподаванию массажа известного финского массажиста Анярбас. В результате упорного труда удалось создать полный курс по борьбе, включая туда и спортивный массаж. Но если Владимир Александрович Иванов писал это применительно в французской борьбе, которая имела в середине 30-х годов уже 40-летнюю историю развития в России, то что же говорит о тюдо, которая начала развиваться у нас несколько годами ранее. Но дошедшая до нас программа максимум специализации тюдо за ним на 35-36 год рассчитана на 2 года обучения 700 учебных часов. И другие Ощепковские работы свидетельствуют, что Василий Сергеевич Ощепков, главный преподаватель тюдо, решал и успешно решил те же самые задачи, что и Иванов разработал оригинальную русскую криминологию тюдо, которая почти полностью наследована современным саммой, классификацию системы, основы техники и методики обучения тренировки тюдо, как в спортивной боепетке и как в системе подготовки к рукопашному дому. Замечу, что даже массажу нашлось место в его программе. Полагаю, что важной предпосылкой успешного решения этих сложнейших задач, причем кратчайших слов явилось именно коллективное творчество сотрудничества ведущих специалистов СССР по французской борьбе, по боксу, по различным видам тренирования, под суду, объединившимся на тактной защите нападения. Также именно в короткие два года существования тактной защиты нападения специалистов началась работа над первыми учебниками для будущих тренеров по единоборству, для вузов. Это были вообще первые создававшиеся учебники такого рода. Уже в апреле 1935 года газета Красный спорт сообщала, что кафедра защиты нападения готовит капитальное руководство по боксу. В этом году будут подготовлены руководства по борьбе по дзюдо. Так быстро, как хотелось решить эти задачи, не удалось. Капитальное руководство по боксу реальности было опубликовано только в 1938 году по борьбе в 1940 году, а по дзюдо и вовсе не увидело света. Причины задержки выхода или не выхода книг очевидно состояли в кончине автора или в аресте автора. Так, Аркадий Георгиевич Харлапев, который готовил фундаментальное руководство по боксу, скончался в 1936 году. Василий Сергеевич Ощепков, автор руководства по дзюдо, арестован и погиб в 1937 году. При этом готовая его рукопись учебника безвозвратно исчезла, на сегодняшний ее местных хорделий не установлен. Сам Владимир Александрович Иванов, автор руководства по борьбе, также арестован и расстрелян в 1938 году. Несмотря на то, что кафедра защиты и нападения являлась по словам Иванова одной из ведущих и мощных кафедра института, приказом по институту номер 192 от 29 апреля 1936 года кафедра была расформирована. В приказе говорилось в целях лучшей организации педагогического процесса приказа выделить входящий в состав кафедры защиты и нападения дисциплины в самостоятельной кафедры и назначить их руководителями по кафедре борьбы товарища Катулина, по кафедре бокса товарища Гранаков Грана Дополова, по кафедре института товарища Ощепкова, по кафедре депутатия товарища Грана. В обосновании этого решения в приказе говорилось опыт работы истекшего полугодия показал, что объединение в одной кафедре защиты и нападения таких специальных предметов как борьба бокса и товарища не оправдывает себя. Руководитель кафедры то есть Иванов оказался не в состоянии уделять равномерное внимание всей виду специализации в результате чего немедленно последовало отставание отдельных дисциплин и ряд прорывов в работе основной дисциплины кафедры вместе с тем органический рост отдельных входящих кафедр дисциплин усложнил стоящие передние задачи в отношении как учебной статической так и научно-исследовательской работы. Мы признали конкретно Иванова и это было вынесено в объясняющую часть приказа. Сам Владимир Александрович Иванов с такой оценкой был категорически не согласен с обидой и чувством глубокого разочарования писал в декабре 26-го года что кафедра была расформирована по каким-то совершенно непонятным причинам. Писал «Подводя итоги работы за литким дисталем вспоминая все трудности которые пришлось преодолевать создавая существующие наиболее вспоминают сколько было затрачено энергии на это дело с одной стороны получаешь полное удовлетворение плотами своей работы а с другой становишься тем обстоятельством что создавая и создав это дело в течение 15 лет за литким не стали не имея возможности работать в качестве педагога развивать и совершенствовать это дело дальше на самом деле мы не знаем конечно в чем конкретно состояние претензии к работе Владимира Александровича не можем подценить насколько была объективна позиция в руководстве но знаем о существовании субъективных факторов которые вероятно повлияли на это решение дело в том что на кафедре делал несколько конфликтов которые даже нашел отражение в печати того премии так 13 февраля 1938 года обратите внимание какая дата заметки полупризнания и полупнометки на всесоюзных преминами секции Бакю говорилось премин особо остановился на разборе так называемого дела заслуженного мастера спорта товарища Иванова много небылиц и компрометирующих фактов приводили в свое время Кокулин и его помощник пока для борьбы чего для того чтобы выжить товарища Иванова и скульпийского черники его имя это им удалось что касается компрометирующих фактов вероятно речь шла о службе Иванова в армии полчаках в период гражданской войны причем сам Владимир Александрович заполняя различные анкеты не скрывал этого эпизода своей биографии настаивая однако что попал полчаку не по собственной воле а по мобилизации служил полчаковской армии только институтскому 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 упомянутый здесь Кокулин через три десятилетия в своих воспоминаниях напишут об этом эпизоде так восьмом что не запишут в старых справочниках Иванов не упоминается среди чемпионов страны двадцать четвертого двадцать четвертого двадцать восьмого года в тридцать седьмом году он был открыли этом и репрессировал ныне совершенно необоснованные обвинения Саванова сняты и его имя опрелось свое заслуженное место сняты лучших страны сложно сказать вот эти все обстоятельства письма которые писались под нашим Владимир Александрович сыграли в своем времени сыграли мы этого не знаем итак перегум вывода имеющимся в нашем распоряжении источник материал позволяет сделать следующую вывод до 1930 года подготовка специалистов по единоборствам премьер по единоборствам цирк не ввозь обучение единоборствам ограничилось только ознакомлением студентов в 1930-1933 годах учебная работа в цирк перескор в институт пришли работать специалисты по борьбе в боксу прихованию цирк в 1933 году создаются школы по спортивным дисциплинам в том числе по борьбе призванные готовят в 1934 году в цирк созданный спортивно-технический факультет в 1935 году преобразован в высшую спортивную школу и вероятно с высокой долей вероятности кафедра защиты нападения объединившей специалистов по французской борьбе в моксу трактованием зудой поднятию тяжести явившиеся важным центром совершенствования научно-технических основ спортивных единоборств и рукопашного боя по-видимому в историях цирк это была первая единая творческая кафедра которая является истоком всех ныне существующих единоборческих тактов в апреле 36 года кафедра защиты и нападения расформирована на ее базе создана кафедра борьбы бокса зюно и фехтования в 37 году об этом уже не говорили в докладе за неимение времени кафедра зюно ликвидировано ее работники ближе кафедру борьбы кафедра фехтования в 39-40 году перепрофинируется кафедру 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 и фехтованию самое интересное относится к 41-му году буквально на тему не войны 7-го июня 41-го года выходит очередной проспект цели в котором значится кафедра бокса борьбы под доход к рукопашному бурю и фехтованию то есть фактически была перед войной в особенно кафедрах защиты и нападения в завершение считаю необходимо поблагодарить тех кто мне помогал в истории источников материала для проведения этого исследования в первую очередь это директор историко-спортивного музея российского университета спорта Елена Иванова Сидорова а также судья олимпийских перегорий государств заслуженный работник физической культуры российской федерации спасибо большое субтитры привести вот в принципе этот форцы здесь мы видим и Владимира Александровича Иванова которого я общерпоцитировал и его коллег и некоторых первых дюкистов как тогда говорили мы сказали о нем санкутом конечно не могу не показать фотографии Васильевича Ощепкова это как раз выпуск 1936 года до Ощепкова по правой категорологии «Шхара» Лампев в поле у горе Валентин Васильевич Иванович последний второй «Закутск». Каждаю всех за внимание спасибо за ваше спасибо Спасибо.